По какому праву ты так разговариваешь со мной? И потом, что это за взгляды? Восхищенные взгляды, Анна Павловна. Вы же сами, наверное, давно догадались, что я безнадежно влюблен в вас. В фильмографии актрисы советского и российского кинематографа Ларисы Белогуровой менее двух десятков картин. На роли в знаменитых лентах «Шестой», «Вольный ветер», «Остров погибших кораблей» и «Гений» превратили ее в настоящую кинозвезду. Ларису Белогурову назвали принцессой советского кино. Удивительной красоты женщине, талантливой актрисе прочили славу и блестящую карьеру. Она стремительно взлетела на вершину, но в начале 90-х годов неожиданно исчезла, оставив место для слухов и домыслов. Родилась будущая звезда кинематографа в 1960 году в Волгограде. С раннего детства Лариса увлекалась спортом, выбрав художественную гимнастику. На этом поприще она достигла немалых успехов и, будучи подростком, мечтала сделать спортивную карьеру. Изменить планы заставило другое увлечение – танцы. В старших классах Белогурова открыла для себя хореографию и этим круто изменила свою жизнь. После уручения аттестата зрелости она отправилась в Ленинград и стала ученицей хореографической студии, открывшейся при Мьюзик Холле. Дипломированные танцовщицы в 1979 году предложили работу в Мьюзик Холле и вскоре она стала ведущей артисткой. Выступала Лариса на подмостках ведущего европейского театра «Ревью» Фридрихштадт Паласт. Звездную внешность солистки Ленинградского Мьюзик Холла заметили режиссеры, так как Лариса была прирожденной киноактрисой. В ГИТИС будущая звезда гения поступила легко и в середине 80-х годов получила диплом, но точку в образовании поставила лишь в 1993 году, закончив режиссерский курс Анатолия Васильева. Лариса была любимой и самой талантливой студенткой наставника. Белогурову пригласили в театр имени Моссовета, где она сыграла героиню спектакля «Инфанты». Внешность Ларисы Белогуровой диктовала образы, и режиссеры приглашали хрупкую девушку неземной красоты на роли романтических героинь. Режиссер Самвел Гаспаров доверил актрисе сыграть воспитанницу героя Михаила Казакова Ольгу в детективном боевике «Шестой». Познакомьтесь, моя помощница. Оля. Глодов. До свидания. Поклон Ларе Даниловичу. Спустя два года, в 1983 году, состоялась премьера музыкальной мелодрамы «Вольный ветер» режиссера Яна Фрида, где Лариса Белогурова сыграла дочь погибшего моряка Стелло. Ну ведь сто раз я тебе повторяла не принимать от него никаких цветов. А сегодня повторяю. В сто первый и в последний. Затем последовали работы в фильме-сказке о маленьком муке режиссера Елизаветы Кимягаровой, где она сыграла принцессу Амину. И фильм «Спокойствие отменяется». В середине 80-х годов Лариса Белогурова снова оказалась в центре внимания зрителей и кинокритиков. На экраны вышел фильм «Сказка» и «Еще одна ночь шахерезады». Режиссер Тахир Сабиров доверил артистке роль принцессы Малеки. В социальной драме «Прощай зелень лета» Ларисе Белогуровой впервые пришлось отойти от амплуа романтической героини. Актриса перевоплотилась в девушку, которая уступила воле родителей и вышла замуж за нелюбимого человека. В 1986 году артистке вновь доверили роль в непривычном амплуа. Лариса сыграла учительницу и классного руководителя трудного подростка Анну Павловну в двухсерийной социальной драме «Была-не-была», снятой на Одесской киностудии. В следующем году советские зрители увидели актрису в двух ярких проектах. В музыкальном фильме «Остров погибших кораблей» Лариса Белогурова блеснула хореографическим талантом. Не менее яркой работой Белогуровой стал образ Марии в двухсерийной ленте фэнтези «Отступник». Работая в драме «Сломанный свет» в фильме «Вера Глаголева», снятом в форме притчи-предвидения, Лариса Белогурова открыла 90-е годы. Она сыграла второстепенную, но запомнившуюся зрителям роль актрисы Галки. Главные образы воплотили на экране Глаголева и Григорий Гладий. В 1991 году на экраны вышла детективная лента «Гений», ставшая событием года. Белогурова сыграла любимую девушку обаятельного мошенника, в которого блестяще перевоплотился Александр Абдулов. Вот так подарок. Значит, это ты чесночно-картофельный супермен. Папа. Или как тебя там? Меня зовут Сергей. 30-летняя Лариса в образе 20-летней девушки смотрелась очень органично. Роль в «Гении» называют звездной, в фильмографии артистки. Лариса Белогурова оказалась в зените славы и популярности. Никто и не мог предположить, что в следующем году красавица появится в последнем в своей жизни проекте – ленте «Восточный роман». Позже супруг Белогуровой, Владимир Цирков, рассказывал, что его звездной жене неоднократно предлагали сняться в мыльных операх и бандитских сериалах. Но Лариса не видела себя в предлагаемых образах. Ее с трудом уговорили сыграть героиню в многосерийной комедийной мелодраме «Все мужики СВО». Но в последний момент Белогурову заменили «Ладой Дэнс». Лариса эту новость приняла спокойно. Вчерашняя кинозвезда устроилась работать в фирме, продававшей кухонную утварь. С бывшими коллегами Лариса Белогурова не общалась и журналистов не жаловала, а в свой замкнутый мир не пускала посторонних. Таинственное исчезновение любимой миллионами артистки и дефицит информации порождали слухи о том, что Белогурова подстриглась в монахини. Но вчерашняя кинозвезда не заточала себя в келье. Лариса посещала храм, чтобы записать аудиокнигу воспоминаний настоятельницы Иоанна Притеченского монастыря Таисии Солоповой. В последние десятилетия Вера занимала в жизни артистки огромное место. Личная жизнь. Детей у Ларисы Белогуровой и Владимира Циркова не было. По одним сведениям, актриса положила жизнь на алтарь искусству и отказалась от материнства. По другим, мечтала родить ребенка, но не смогла. Будущие супруги познакомились в начале 90-х годов и прожили вместе до кончины актрисы. По словам Циркова, нерастраченную материнскую нежность жена дарила маленьким племянникам и домашнему питомцу, коту, которого очень любила. Соседи по дому рассказывали, что Лариса Белогурова была удивительно тихой и скромной в обыденной жизни. Ее двухкомнатная квартира вовсе не напоминала жилища кинозвезды. Актрисе диагностировали рак в 2002 году. Лариса прошла курс лечения, но когда после длительной ремиссии узнала, что болезнь вернулась и развивается стремительно, она отказалась бороться за жизнь и больше не пошла в больницу. Умерла актриса в январе 2015 года на руках мужа в своей квартире. Похоронили Ларису на кладбище в ее родном городе Волгограде. Волгограде Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного! Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.